Друзья, Людмила, им с нами, как государство богатеет и чем живет и почему. Евгений Онегин. Роман народной любви. Ну вот багряной рукою, заря от утренних долин, выводит солнцем за собою, веселый праздник именин. С утра дом Лариной гостями, весь полом, целыми семьями, соседи съехались в ласках, в кибитках, в бричках и в санях, в передней токотня, тревога, в гостиной встреча новых лиц. Два эмоций, шмоканье девиц, шум, кохот, давка у порога, поклоны, шарканье гостей, кормили скрип и пласть детей. Своей супругою дародом приехал толстый пустяков. Гвоздин, хозяин превосходный. Владелец нищих мужиков. Скотинин, читайся, да. С детьми всех возрастов, считая от тридцати до двух годов. Уездный франтик Петушков. Мой брат двоюродный Буянов. В пуху, в картузе с козряком. Как вам, конечно, он знаком. И отставной советник Флянов. Тяжелый сплетник, старый плод. Обжора, взяточник и шутка. И вот из ближнего посада, созревших барышеньку мир, уездных матушек от рада, приехал ротный командир. Вошел, ах, новость, да какая. Музыка будет полковая. Полковник сам ее послал. Какая радость, будет бал. Девчонки прыгают заранее. Но кушать подали, читой. Идут за стол, рука с рукой. Теснятся барышни к статьяме. Мужчины против и крестясь. Толпа жужжит, за стол садясь. Трогенервических явлений. Девичьих обмороков, слез. Давно терпеть не мог Евгений. Довольно их он перенес. Чудак, попав на пир огромный. Уж был сердит. Но девы тонны. Заметит трепетный порыв. С досады взоры опустив. Надулся он, и негодуя. Поклялся Ленского взбесить. И уж порядком отомстить. Теперь, заранее торжествуя, он стал чертить в душе своей каркатиры всех гостей. Мазурка раздалась. Бывало, когда гремел мазурки гром, в огромной зале все дрожало. Паркет трещал под каблуком. Презлися, дребезжали рамы. Теперь не то. И мы, когда мы Скользим по лаковым доскам. Но в городах, по деревням Еще мазурка сохранила Первоначальные красы. Припрыжки, каблуки, усы Все те же, их не изменила Лихая мода, наш тиран. Недуг новейших россиян. Буянов, братец мой, задорный. Герою нашему подвел Татьяну с Ольгой. Проворно, Онегин с Ольгой пошел. Ведет ее, скользя небрежно. И, наклонясь ей, шепчет нежно. Какой-то пошлый мадригал. И руку жмет. И запылал. В ее лице самолюбивом Румянец ярче. Ленский мой все видел. Вспыхнул сам не свой. В негодовании ревнивом Поэт конца мазурки ждет. И в котельон ее зовет. Но ей нельзя. Нельзя, но что же? Да Ольга слово уж дала Онегину. О, Боже, Боже! Что слышит он? Она могла? Возможно ли? Чуть лишь из пеленок? Кокетка. Ветреный ребенок. Уж хитрость ведает она. Уж изменять не учено. Не в силах Ленский Снесть ударом. Проказы женские, Клиня. Выходит, Требует коня И скачет. Пистолетов пара. Две пули. Больше ничего. Вдруг разрешат судьбу его. Вперед, Вперед моя история. Лицо нас новое зовет. В пяти верстах От Красногорья Деревня Ленского Живет И здравствует еще до ныне В философической пустыне Зарецкий, Некогда буян К артежной шайке Атаман. Глава повес, Трибун трактирный. Теперь же добрый И простой Отец семейства Холостой. Надежный друг, Помещик мирный. И даже честный человек. Так исправляется Наш век. Он был неглуп. И мой Евгений, Не уважая сердца в нем, Любил и дух его суждений, И здравый толк, Потом, А все. Он с удовольствием бывал, Видался с ним, И так немало. Поутро не был удивлен, Когда его увидел он, Тот после первого привета, Прервав начатый разговор, Онегину оскладь в взор, Вручил записку от поэта. К окну Онегин подошел, И про себя ее прочел. То был приятный, Благородный, Короткий вызов, Или картель, Учтиво, С ясностью холодно. Звал друга Ленскими дуэль, Онегин с первого движения, К послу такого поручения, Обратясь без лишних слов, Сказал, что он всегда готов. Зарецкий стал без объяснений, Остаться долей не хотел, Имея дома много дел. И тотчас вышел. Но Евгений, Наедине с своей душой, Был недоволен сам собой. Решаясь кокетку ненавидеть, Кипящий Ленский не хотел, Пред поединком Ольгу видеть, На солнце на часы смотрел, Махнул лукою напоследок, И очутился у соседок. Он думал, Оленьку смутить, Своим приездом поразить. Не тут-то было, Как и прежде, На встречу бедного певца. Прыгнула Оленька с пельца, Подобно ветреной надежде. Резва, беспечна, весела. Ну, точно та же, Как была. Домой приехав, Пистолеты он осмотрел, Потом вложил опять их в ящик, И раздетый Парисвечки Шиллера Открыл. Но мысль одна его объемлет. В нем сердце грустное, Не дремлет. Снизи с ним мою красой. Он видит Ольгу пред собой. Владимир книгу закрывает. Берет перо. Его стихи Полны любовной чепухи. Звучат и льются, Их читает. Он слух в лирическом жару, Как бельбик, Пьяный наперю. Стихи на случай сохранились. Я их имею. Вот они. Куда-куда Вы удалились Весны моей золотые дни. Что день грядущий Мне готовит? Его мой взор Напрасно ловит. В глубокой мгле Таится он. Нет нужды. Прав Судьбы закон. Подули я стрелой пронзенный. И мимо Пролетит она. Все благо, Бдение и сна. Приходит час определенный. Благословен и день забот. Благословен и тьмы приход. Так он писал, темно и вяло. Что романтизмом мы зовем? Хоть романтизма тут немало Не вижу я. Да что нам в том? И, наконец, перед зарею Склонясь усталой головою На модном слове Идеал Тихонько Ленский Сдремал. Но только с сонным Обаянием Он позабылся. Уж сосед В безмолвный Входит в кабинет. И будет Ленского Воззванием. Пора вставать. Седьмой уж час. Онегин верно Ждет уж нас. Враги Давно ли Друг от друга? Их жажда Крови отвела. Давно ли они Часы досуга? Крапезу, Мысли И дела Делили дружно Ныне Злобно Врагам Наследственным Подобно Как в страшном Непонятном Сне Они друг другу В тишине Готовят гибель Хладнокровно Не засмеяться ли Пока Не обогрилась Их рука Не разойтится ли Полюбовно Но дико Светская вражда Боится Ложного стыда Теперь садитесь И ладнокровно Еще неделя Два врага Походкой твердой Тихо Ровно Четыре Перешли Шага Четыресмерные Ступени Свой пистолет Тогда Евгений Не пристывая Наступать Стал первый Тихо Поднимать Вот пять шагов Еще ступили И ленский Жморья Левый глаз Стал так же Целить Но как раз Онегин Выстрелил Пробил Часы урочные Поэт Роняет Молча Пистолет Приятно Приятно Дерзкой Эпиграммой Сбесить Оплошного Врага Приятно Зреть Как он Упрямо Склонив Бодливые Рога Невольно В зеркало Глядиться И узнавать Себя Остыдиться Приятней Если он Друзья Завой Сдуру Это я Еще приятнее В молчании Ему готовить Честный Гроб И тихо Целить В бледный Лоб На благородном Расстоянии Но отослать Его к отцам Едваль Приятно Будет вам Друзья мои Вам жаль Поэта Во цвете Радостных Надежд Их не Посершив Еще для Света Чуть Из младенческих Одежд Увял Где Жаркое Волнение Где Благородное Стремление И чувств И мыслей Молодых Высоких Нежных Удалых Где Бурная Любви И желания И жажда Знаний И труда И страх Порока И стыда И вы Заветные Мечтания Вы призрак Жизни Неземной Высны Поэтия Святой Познал я Глаз Иных Желаний Познал я Новую Печаль Для первых Нет мне Упований А старой Мне печали Жаль Мечты Мечты Где Ваша Сладость Где Вечная К ней Рифма Младость Уже ли Вправду Наконец Увял Увял Ее Венец Уже ли Впрямь И в самом Деле Без Эллигических Затей Весна Моих Промчалась Дни Что я Шутя Твердил Доселе Ей Ужель Возврата Нет Ужель Мне скоро Тридцать Лет Так полдень мой Настал И нужно Мне в том сознаться Вижу я Но так и быть Простимся дружно Ой, юность Легкая моя Благодарю за наслаждение За грусть За милые мучения За шум За буря За пиры За все За все Твои дары Благодарю тебя Тобою Среди тревог И в тишине Я насладился И вполне Довольно С ясной Душою Пускаюсь Ныне В новый путь От жизни Просле Отдохнуть Продолжение следует... Продолжение следует...